здравствуйте прелестники и прелестницы с вами я психолог светлана прель а у меня в студии очень много разной прелестности я собрала прям вот таких замечательных женщин рыженькая бестия наталья батова не могу запомнить простую фамилию потому что у видимо и большие мышцы люди меня пугаются почему-то но я не пугливая точно значит монро это я могу белая мягкая пушистая и блондиночка и звездного цвета звездная модель звездная женщина блестящее потрясающе как она сама себя представила мне а я повторяю олеся малибу тату модель а и кто ты тату модель тату модель она тату модель значит смотри натали первый вопрос к тебе я знаю что хочу чтобы ты сейчас порассуждала а что такое женственность в твоем понимании не выбрать из них двоих я включена не опережай мою мысль давай сначала да вот как ты думаешь что такое женственность ну вообще женственность я запомнила фамилию батова это прогресс окей это страх перед возмездием так давай женственность как вот по мне да это состояние внутренние и никак не внешние участки скажу да ну сейчас она наплетет там себя защищает вовсе нет есть женщины которые и полные и очень худые и накаченные как я но при этом она походкой виляет бедром коледа шаг от бедра взгляд секса во взгляде ну вот все ее поведение это же изнутри исходит да и в то же время я видел очень много женщин которые по физиологии имеют тонкую талию и шикарные бедра привели себя как хабалки разве это женственность разве не нужно как хабалки конечно не очень хотя есть даже мужчины которым и это нравится согласно тогда я уже бы подумала что эти мужчины явно извращенцы но эта тема другой передачи значит получается извращенцев не значит воткнуть подождите секундочку что вы хотите этим сказать про извращенцев мы можем судать то есть вы походу в педе втиснули перри в передачу извращенцев одна звезда на всех может это 3 накачанная и теперь мы говорим о женственности смотри как мы как легко вот и в речи перешла от женственности внутреннего состояния и все-таки на извращенцами боже мой я продолжила твою мысль видимо в сегодняшней теме у тебя был явный тайный подтекст не знаю не знаю и вообще мне нравится что ты полагаешь и озвучиваешь мои мысли то есть ты смотришь на меня и гости вот и вот и наверняка сейчас спросишь и и озвучиваешь да вопрос якобы который я хотела бы спросить вот ты наверняка сейчас подумал и подумаешь и озвучиваешь и у меня такое складывается впечатление как у психолога что ты много-много себе чего придумываешь а может я ошибаюсь наталья ботова а вот скажи пожалуйста посмотри на монро следующие наши героини следующий такой женский типаж до меня бесит но душить ее надо в конце передачи я тебе я тебя об этом попросил в конце не начинать мне надо сразу я бы хотела тебя вот посмотри на монро и как как ты видишь ее какая она как бы ты ее описала но вы знаете я сейчас начну мысли стереотипами хотя к себе стереотипы я не приемлю правильно друг друга говорит вон окачанная значит мужик а я вижу плодинка значит дура ну извините как ты можешь сказать что я не вижу впервые в жизни вообще впервые глядя на монро у тебя что легкая такая знаете ли воздушная они еще на интеллектом знаете ли понимаете да они это ли это легкость и воздушность это входит в понятие женственность как полагаю знаете вот в понятии же хорошо что вы затронули эту тему женственность мне кажется женственность вообще она очень многогранна да но и и можно сказать что вы знаете вот есть такая шкала а здесь стопроцентная женщина это блондинка легкая такая вся воздушная потом чем ближе к нулю женщина становится более брутальной потом следующая шкала идет мужчины то есть у мужчины мужчина у нуля женственный такой инфантильный а на конце вот этой вот шкалы мужчины там брутальный неандерталец странно что это не получается получается да что вот на конце у мужчины брутальный неандерталец деталец, это стопроцентный мужик. А вот у женской шкале вначале легкая блондинка стопроцентная женщина. Мне кажется, это все-таки стереотип. А получается так, что она стопроцентная женщина, ну а в мире-то получается у нас смешение. Вот я, может быть, где-то ближе к нулю, да? Потому что я накачанная. Вот смотри, Наташ, я попросила тебя сейчас высказать твое мнение, а ты мне рассказала мнение стереотипное, как принято считать. А я сказала, что я мысли сейчас буду стереотипным. А вот если... Я согласилась. Вот, правильно. Я согласилась, потому что ты так сказала, объявила, ну, воля твоя. А что, если проявить свою индивидуальность и сказать, как думает Наталья Бата в отношении женственности? Вот если ты смотришь на Монрод и действительно с ней пообщалась, ты убедилась в том, что это не глупая женщина. Да, я признала. Вот, и если убрать эти стереотипы, вот ты смотришь на нее. Есть ощущение, вот если мы смотрим на этот типаж женщины, какая это женственность? Ведь она, ты правильно говоришь, она многогранна. Да. Я бы даже, можно вот поправить, я бы даже сказала, опиши меня именно, вот, как ты меня видишь не по внешнему образу, а именно вот по общению. Тогда вопрос, образ или ее как личность? Как личность. Хороший, кстати, она задает вопрос, она не знает. Как личность она потрясающая. Я бы поменялась с телефонами, собственно, это все и будет. Общаться с ней мне безумно хочется. Но видя опять же образ, да, мы сейчас говорим сначала образ, она же в образе, она же так по городу не ходит. Когда она сегодня пришла на съемки, красивая, симпатичная девушка. Я даже никогда не предположила, что потом я увижу Монро. То есть это тебя как-то огорчило, что ты увидела Монро? Меня это не огорчило, потому что она реально еще похожа на Монро, а я очень люблю эту актрису. Но, понимаете, я о Мерилене Монро много читала. Это в фильмах она пустышечка, да, на самом деле очень умная женщина. Кстати, такое часто несоответствие, да, когда мы видим, например, женщину брутальную, да, вот такую с виду, ты сама рассказывал, да. Которая плачет над рекламой подгузников. Вот, а я хотела сказать, из-за груда этих мышц очень ранимая, ранимая душа. И когда смотришь в твои глаза, ты понимаешь, насколько они женственны, насколько они излучают тепло. Это совсем другой человек. И я сейчас открою маленькую тайну, почему я собрала именно вас. Потому что у Лермонтова был такой герой нашего времени, да, известное произведение. А я собрала героинь нашего времени. Какие они все разные, да. Вот есть женщина, ты чемпионка в Сиар-Руси, вообще четырехкратная по бодибилдингу, да. Казалось бы, это совершенно не женственно, да, это может отталкивать. И часто тебя спрашивают, а ты вообще женщина или нет, да, есть какое-то сомнение. Есть Мэрлин Монро, да, вот образ такой. Но опять же, я как психолог хотела вот о чем поговорить. Когда, на мой взгляд, на мой взгляд, когда этот образ становится настолько большей частью твоей жизни и поглощает твою личность, это может быть мое ощущение. И сейчас расскажу, почему. И следующий типаж, вот такой вот собирательный образ, да, это женщина, ну, я думаю, Олесина меня не обидится, потому что она открыто, я читала информацию в интернете, интервью смотрела, она открыто говорит о том, что грудь у меня сделана, губы там сделаны, что-то там еще сделано, и вот вот эти вот, мне нравятся на самом деле, потрясающие накопки. У меня еще крылья на спине. Крылья на спине у нее есть. Да. И мне кажется, вот такие вот три разных типажа, да, и по масти разные, и по характеру разные, да, и за всем за этим, я как психолог хочу порассуждать и понять, кто же на самом деле скрывается. Вот я самая женственная из всех, я так считаю. На мой взгляд, это реально не мое субъективное мнение, а мнение объективное большинства психологов, что из себя представляет действительно женственная дама, которая показывает и несет свою женственность в массы. Она не должна копировать тупо какой-то персонаж, там, Мерлин Монро, одевать какие-то парики, ресницы, вот такие платья, сиськи делать, поролоновые. Вот это как раз не женственно. Женственно была Мерлин Монро, которая еще сто лет назад вот жила, вот она в своем образе была жила, она была такая, какая она есть. И даже хорошо, пусть сделала, но она была собой, понимаете, а не тупо скопировать вот это. Это не женственно, это пугало, извините, цирковое какое-то представление, шоу, актерство, но в жизни то же самое происходит, понимаете. актерское мастерство, а здесь вот я хочу сказать, насчет тогда истинной женственности. Она не сделанная. Что не сделанная? Если себя перекроить 10 раз, это уже не натуральная женственность будет. или что? У вас силикон. У меня силикон, а у вас поролон. А это уже не натуральный, понимаете? У вас поролон груди, вот и все. У вас волосы тоже натуральные? Все? Вот хочу заметить. Все нормально, да? Да, помыла Андерсон, у меня, значит, кумир мой, она блондинка, а я полностью, она не натуральная. Вот это им интересно. А я же нет, у меня свое все. У Памела Андерсона не было такого количества татуировок религиозных там, тем более, как у меня. И она блондинка с маленькими губами. Я решила увеличить. Я все-таки мозги-то включаю иногда, понимаете? Не тупо под копирку, знаете, копировать, вставить вот это. Это же глупо. А мужчины это видят. Своего ничего нету. Своего татуировки, да? Религиозные, я сказала. Крестик, извините, на силиконовой открытой груди. О чем, чем моя грусть? У тебя у самой силиконовая натуральная. Я крестики не ношу церковные. И что? Значит, одеть церковный крестик, он такие сисяндры. Ну да. А у нас церковь, да, целомудрия, это чистота. Ну прям по тебе посмотришь, просто взять мочалку, засунуть ее в ванну, все это вымыть, понимаете? Ты сама делаешь татуировки на лице. Что ты начинаешь? Милая, я не причем, что это церковные. Двойные, понимаешь, Свет? Ты видишь, прекрасно. Двойные стандарты. Я не говорю, я церкви вообще не говорю. А я говорю, ну а я говорю, ну что, у тебя у самой двойные стандарты, Наташа. Ты тоже, знаешь, не женственная. Ты говоришь мышцы, ну ладно, хорошо, мышцы, я не против. Но ты идешь тоже вот как мужик. Значит, если бы ты шла вот такая вот сексуальная, ну с мышцами хорошо. А ты сюда зашла, залетила бы. А позавтра два часа, это очень женское. Девчонки, а вообще, когда, 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 когда зашли девчонки, такое сразу щебетание, щебетание, щебетание в студии началось, да, потом мы все сюда, вот мы вдвоем уже сидим, ждем, ждем Малибуд, и кричит, да, это шум, гам, тарарам, Монро кричит, у меня сейчас косметика потечет, я кричу, у меня Монро потекла, там, ставьте. Я кричу, есть хочу. Есть хочу. Я, по крайней мере, не беру себе псевдонимы Памела Андерсон, какие-то Монро, я говорю, я Леся Малибу, я говорю, да, это для меня как бы пример подражания Морлины Малибуд, это, Памела Андерсон, ее красота, ее женственность. Но я не говорю, что я один в один, понимаешь, я бы не делала тогда огромные губы там и какие-то наколки, если бы я точно хотела быть такой, как она, понимаешь. Вот мозги надо иногда просто включать, мне кажется, и мужчины это видят, да, почему от войны, пожалуйста. Мне кажется, девочки, послушайте меня, мне кажется, мозги включать нужно, во-первых, не иногда, а вообще не выключать, это раз. Во-вторых, смотрите, я у вас в начале передачи спросила, у каждой из вас есть татуировка, да, и каждый из вас ее сделал, как считал нужно. Ты слезу, да, у тебя там своя какая-то тематика. на руке мастера Маргариты написано. мастера Маргариты написано, у Олеси своя история, дело не в этом. А теперь смотрите, каждый из вас произнесла практически что-то такое похожее, ну, кроме тебя, Наташа, вот вдвоем, да, что ты говоришь, у меня образ, образ просто, это не работа, работа, да, мы сейчас об этом поговорим. А Олеся говорит, ну, я же не полностью копирую, я иногда включаю мозги, иногда я вот так, а ну, я не совсем похожа, у нее вот так, а у меня чуть-чуть нет. То есть, я, понимаете, все равно слышу о том, что есть такое, прослеживается такое понятие, что я прячу свою личность за груды мышц, я прячу свою личность за неким образом, и я прячу Олесю, которая совершенно не Малибо, а совершенно другая фамилия, так же, как у тебя. Я не говорю, что это моя фамилия. Я знаю, знаю, ну, то есть, все равно есть некий псевдоним, Ну, это мой псевдоним. Да, это твой псевдоним, за которым мы прячемся. Никого его не крала. Абсолютно точно. Все равно мы его придумываем, неважно, но мы за него как бы прячемся, да, потому что даже в древнеславянской культуре сказать свое имя, его скрывали, его не говорили, наведут порчу. Я точно не боюсь этого. Никто ничего не боится, а иногда боятся признаться. И вот смотри, на меня наводите все. Да, и возвращаемся к тебе, ты говоришь образ. Смотри, когда я, возник вопрос, кто ты по паспорту, ты говоришь, я есть по паспорту, Монро. Вот. И я тогда начала думать. Надо послушать. Я тогда начала думать. Я вообще молчу. Как же звали тогда твоего папу? Что же тогда Монро Ивановна, или там Монро Ивановна и фамилия? Ну, как-то смешно даже стало, да? И я понимаю, что не могли тебя родители назвать Монро. Да. То есть наступил такой период, да? Что немножко, я говорю сейчас свое печенье, ты сейчас скажешь свое мнение, что этот образ, ты настолько заигралась, что пошла и поменяла в паспорте свое имя, то есть ты его не приняла, и написала Монро, я так понимаю, и другую фамилию. Я права или нет? Теперь мое мнение. Да. Потому что неоднократно в интервью спрашивают, почему у вас раздвоение, или еще что-то такое. Нет. Если кто меня знает в обычной жизни, я рокер. Я не хожу так. Для меня это работа. Мне неинтересно быть именно как двойник Монро, или еще что-то. Мне интересно выйти на сцену, или быть в своей жизни именно как я. Насчет смены имени. Была определенная ситуация, так как я по своей сути боец, и я свое не отдам. У меня была рок-группа, когда мне надо было защитить ее права. Группа называлась Монро. Мне посоветовали, назовешь, сохранишь. Я это сделала. Это тупо расчет. Насчет образа. Я выхожу на сцену, или куда-то меня приглашают. Это все одевается, делается. Сейчас закончится съемка, я это все сниму. Я знаю. Слава богу, что ты не пришла в этом образе. Тогда бы я совсем расстроилась. Я прекрасно разделяю себя, потому что это актерское мастерство. А что значит поменять в паспорте? Это же важный документ, что ты пошла, поменяла имя. Для меня важна карьера, для меня важна музыка, потому что ради этого... Ну хорошо, вот смотри, я когда приезжаю куда-то отдыхать, или вот мои знакомые, они иногда говорят, что я похожа на Монику Белучи. Ну так, это не важно. А некоторые называют русская Моника. Но я же не иду, не меняю в паспорте. Апрель Моника Николаевна. Еще раз говорю, это связано с карьерой, это связано с группой, с музыкальной группой. И так как у нас делается в нашей стране, давайте будем честными, да? То есть, если начинаются какие-то судебные тяжбы, или еще что-то, кто выиграет? Или у кого очень-очень много денег? Кто может эту всю систему продавить? Или есть определенные какие-то, скажем, факторы, что ты не можешь ничего с этим делать? То есть, это такое авторское право-то закрепилось? А фамилия тогда зачем менять? Ну, была бы Монро Ивановна, здесь другая, скажем, немножко... Ты Шанель же или как? Другая немножечко ситуация, потому что мы говорили про семью, и семья это табу. Я никогда... Нет, я про семью и не спрашиваю. Ты сказала не спрашиваю, Здесь именно связано с семьей. Здесь все связано с семьей. Ну смотри, но ты же все равно берешь фамилию, это Шанель, а не какую-нибудь там вот... Ну не знаю там... Витиеватое, например. А Шанель не Витиеватое. Или горячее. Ну фамилия Горячее, например. Или там еще что-то. Шанель. Ну какую-то такую, хотя Горячее тоже известная фамилия. Да, я брала специальные, я меняла не просто так, скажем, если это имя было связано с группой, я делала это целенаправленно. Здесь, грубо говоря, тоже были определенные обстоятельства, которые я решила, если я это сейчас меняю, как раз я это поменяю. Ну, скажем, я скажу, ради кого я это сделала. Это было связано с дочерью. И на этом все. Ну все окей. Я поняла, что мои тараканы отдыхают. Да, да, да. Они очень могут. Смотри, Олесь, а вот если... Вот ты открыто говоришь о том, что да, грудь я сделала. Я откровенно во всем. Откровенно во всем. Вот губы, сделал это, сделал это, сделал это. А что в тебе тогда настоящего осталось? Мои мозги, представляете? У меня мозги свои остались. А смотри, если какой-то бестактный мужчина, бестактный мужчина, спросит, да, спросит тебя, слушай, Олесь, а чем ты отличаешься, чем ты лучше резиновой куклы? Тем, что я с мозгами, во-первых, красивее, и в татуировках. А эти все куклы резиновые, они уже олдскульные варианты, их там уже все поюзали, и выкинули, понимаете? Сейчас вот вышел флэш наш, мой, пожалуйста. Я стала лицом секс-шопа, поэтому ваш вопрос, как никогда, уместен, понимаете? Насколько меня все хотят, насколько я интересная, умная, красивая, даже секс-игрушка такая выпустилась, мастурбатор, да, для мужчин, во всех секс-шопах, не только в России, в Украине даже завезли. Да, потому что вот люди сочли, как-то я интересная. Я заработала много денег, не согласилась. Деньги уж побольше, чем в двойнике Марлин Монро, это знаете, откуда идет тема? Я сейчас скажу. Лучше быть двойником, чем в игрушке, у кого, значит, нет денег купить Аллу Пугачеву на выступление, на свадьбе, неважно, они заказывают двойников Аллы Пугачевой, их там мужчины, женщины, вообще великое множество, и кто вот хочет к искусству приобщиться, заказывать Марлин Монро, а это цены дешевые, цены сама знаешь дешевые. чтобы твое лицо было где-нибудь на какой-то фигуре, честное слово. Лучше вызвать дорогого Тамаду, например, Баскова, Урганта, ну, это такие деньги, и кто возьмет? А вот двойник Марлин Монро весьма бюджетный вариант. Я вам говорю серьезно, с полной ответственностью. Лучше выступать как двойник бюджетно, чем на фало-имитаторе бума помаляется. Да какая разница, пофигу. Перебирать мою информацию. Я говорю, флеш-наш, она говорит фало-имитатор. Вот сама там уже коллекция фало-имитаторов, потому что у нее... Ты сама сказала, это секс-шоп. Вообще жесть. Нет, а что, флеш-наш. Не мне нафиг. А почему мы такие разные? Это мастурбатор, я сказала. Вот живем вот в одно время, да, в общем-то. Вот такая разная информация. Я заметила, когда Олесе говорила, первая, первая встрепенула, сдрогнула такая на вид мощная Натали, которая сказала, да меня бы оскорбило, даже если бы меня с секс-игрушкой бы уже сравнили. Я бы уже, я так понимаю, морду бы надела, да, грубо говоря. Ну, кстати, это зря, зря. Ну, да. Потом подключилась Манру, да лучше быть вот... А каламутриные они. Потому что... Ну, это да. Потому что для меня, в первую очередь, это творчество. И это на первом месте. И, скажем, если себя продавать, то это, наверное, все-таки что-то должно быть другое. Это мой выбор. видела мою лицо на секс-игрушке, я бы стыда сгорела. А вы знаете, что секс-куклы, они, как их делают, все сексуальное из женщины берут, чтобы они были интересны для мужчин, секс-куклы. Там, губы, сиськи. Но без мозгов, ну, как бы, мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим о внешности, как они интересны. еще не время. На туалетке. Я серьезно говорю, ты как психолог, Свет, мы сейчас не про мозги, а про секс говорим. Что секс-кукла, да, меня хотят, как секс-куклу, потому что я собрала весь образ интересный для мужчин. И поэтому секс-куклы сейчас не актуально. Выпустили флэш наш, вот там, такое изделие, мастурбатор для мужчин, там, и туда, и другой стороной. Ну, как бы, это сейчас в трейдере. Ну, то есть, в твоем понимании, в твоем понимании, женственность, это, прежде всего, сексуальность. Правильно я понимаю? Ну, нет, во-первых, когда мужчина видит женщину, он воспринимает ее как сексуальный объект, чтобы посмотреть на нее, и вызвать какие-то чувства, эмоции у мужчины, он должен ее хотеть, как женщину. Видеть ее женственность, там, витиеватость, осанка, вот это вот, все. Чтобы он ее должен, он должен ее хотеть, понимаешь, Наташа? Шкала Маслоу вам знакома? Пирамида Маслоу. Это измеряется? Нет, да? То есть, понимаешь, по шкале. То есть, человек говорит о том, что она нужна, это два слова, Причина говорит о том, она умная, при этом она не знает, что такое пирамида Маслоу. Маслоу разделил потребности человека от самого низшего к высшему. На самом низшем уровне находятся еда, секс, сон. То есть, это самое низшее, а там будет только животное. А выше, не говори. А выше, Монро, как ты думаешь, что на верхушке пирамида Маслоу? Какие потребности? Ну, все-таки, наверное, это ценности какие-то духовные. Ну, что ты хлопаешь раньше времени, Наташа? Я не смогу держаться. Все за пирамида. А на второй не поднимется? На второй что? Ну, подожди, а может быть, она ответила? Душу. Духовная жизнь. Нет, милая, мне духовная жизнь. Не, неважно. Вот есть, да, в нижней ступени верху. Не полни Маслоу, мы в России живем, Наташа. Ты все-таки русская баба. Прекрати. В России отменили Маслоу. Почему Маслоу? Какой Маслоу? Мы должны о России говорить, а не о Маслоу. А на самом деле, Маслоу, насколько я помню, он еще и русский парень, он Маслоу. Он уехал за границу, за границу, и там стал Маслоу. Маслоу, да? То есть, вы понимаете, да? Там Маслоу. Самая умная нашла здесь, Я не претендую. Девчонки, на самом деле, давайте не будем... В природе самый хитрый побеждает, Натуля, не самый умный. Милая, ты же не знаешь, что тут есть. По поводу умный-неумный, да? Тоже интересная такая история, вот все там любят спорить. Если человек знает, ну не знаю, там, как сказать, знает много стихов, да, много стихов наизусть, у него хорошая память. Там, да, вот если он там, ну прочитал, что он начитанный человек, а вот здесь все-таки ум, интеллект, вот эти всякие понятия, это очень... Да нет, дело не возвините. Я хотела другое, я хотела понять вот эти разные-разные женские типажи, да, и какие они, что... Разные понятия женственности, обратите внимание, там секс, здесь они совсем другие. А ты сомневалась, вот глядя на вас, что у вас будет разное понятие женственности? Ну честно... Не, пони... Я же не знаю, как ответить. Это очевидно, это очевидно. А все вместе, да, вы каждый, ты же правильно сказал, все многогранно, А возможно, вот наше мнение, троих, и составляет женственность в целом. Умница. Ты тоже в чем-то заблуждаешься, ты и я. Нет, я думаю... Но у каждой у нас есть своя конва, если это все соединить, получится идеальная женщина. Я понимаю... Давайте нас смешаем в троих, разделим на три, получится идеальная. И получится прель. И получится прель. Спасибо большое. Вот. Что я хочу сказать. Только не ошибается. Я думаю, что каждый из вас права. И если взять то, что ты сказала, и все, что ты сказала, и все, что ты сказала, и этот коктейль перемешать, и это получится то самое понимание женственности, что и есть. Ну, главное, вирусов не намотать, знаете, которые женщинам мешают жить и быть женственными. Потому что вирусы в нас в каждой тоже есть. Если их соединить, получится атомная бомба или какая-то другая взрывчатка, понимаешь? Сейчас туплю. Я туплю сейчас. Вирусы, которые ты намотала, когда что-то изучала, какую-то информацию получала, которые мешают жить. Зачем Антона на нос намотала? Да, психологические есть. Серьезно. Помнишь такое выражение? Не мотай Антона на нос. Я тоже в Москву узнала, а про Антона ничего. Антона я вообще не знаю. Да не в телефоне проверили, может, забыла. Антон! Идите колотить, да? Да. Ой, девчонки, смотрите. И все-таки у меня складывается такое ощущение, что психологи, они не просто так в детство все время про детство вопросы задают, потому что все мы родом из детства. И когда ребенок появляется на свет, для него и мама, и, слава богу, есть папа, это самые-самые дорогие люди на свете. И мы такие беспомощные. И только в три года мы можем краснеть и чего-то стесняться, потому что нас уже научили взрослые, научил социум, что вот это плохо, а вот это хорошо. Да. Свои комплексы внушают, свои страхи. А самое болезненное, да, я когда с вами клиентами разговариваю, и у всех на глазах слезы, потому что корчится это самая маленькая девочка, которой причиняли в свое время боль. Когда ты мамочку любишь так вот беззаветно, без всяких условий, а мама может, родной человек, да, и забыть про тебя, и на пятидневку тебя сдать, или еще что-то такое. Гадости наговорить, комплексы внушить. И тогда не просто так вот эти все типажи женские появляются, да, когда мы вырастаем, и у нас у каждой, у каждой, да, есть определенная защита, потому что в свое время нам сделали просто очень-очень больно. И первые, кто нам делает больно, к сожалению, это наши родные люди, правда. И все, да, от этого никуда не денешься. Но надо с этим бороться, мозги свои включать, и избавляться от всякого говна в жизни, понимаешь? И неважно, даже если родители кто это внушил, потому что мы уже взрослые люди, и мы можем со своими мозгами сами разобраться, и то, что проблема вся из детства, это так оно и есть, но от них мы можем избавиться, потому что у нас есть силы, мозги, инструменты для всего этого. Но вопрос в другом. Получилось ли у нас избавиться? Ну, это от работы. У меня очень часто у меня очень хорошая семья, папа, мама, полноценная, абсолютно семья, но мои родители считали, что воспитание идеальное, это тогда, когда они меня критикуют. Меня критиковали бесконечно. Не делай то, не делай это, уйди оттуда. То есть, постоянно были какие-то запреты, стопы. В итоге я к 9 классам прослала таким количеством комплексов, что матушке мою, я была худая, все считали меня идеальной, я себя просто ненавидела. И вот, видимо, эти мышцы, да, я, блин, я худая себя ненавижу, я побежала себя менять. Ты легла под скальпель, ты нашла другого человека, а я просто тупо пошла в зал, обкололась, прошу прощения, стероидами, чтобы нарастить мышцы, чтобы спрятаться, чтобы вот ту девочку, которую постоянно критиковали, туда ее засунуть, и чтобы она вот, вот оградить ее вот этими мышцами, и все, не надо меня критиковать, все. Совершенно верно. То есть, вот понимаете, когда я начала говорить про детство, у каждого из вас, как бы вы не защищались, у каждого своя манера. У тебя такая она более агрессивная, да, вот эти мышцы, это твой панцирь, ты, у тебя вложнились глаза, даже малейбон, она перестала говорить, 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 вот одни и те же фразы, которые повторяются. У нас есть мозги, мы можем, мы справимся, то есть, я между сроками, мы справимся, мы должны, мы сможем, у нас получится. Я так думаю, бьется, как птичка в клетке. Совершенно верно. На самом деле, мы такие все похожие, и имя нам всем женщины. Но у меня тоже самая была ситуация, когда у меня полная семья, я единственный ребенок, и родители тоже вот все время критиковали, говорили там, что это не делай, туда не ходи, делай это. И я это просто заметила, не то, что мне гадости говорят, а пытай со мной управлять. Поднять. Такая, да, сама по себе, я прям, меня это взбесило. И я начала мстить, я сказала, что я никогда, я специально это не буду делать, из вредности, потому что я покажу сейчас, что я буду делать только то, что я хочу. Это в детстве было даже. И с детства это все идет, и если мне кто-то говорит, это не делай, тебе это не надо, я специально буду говорить, и делать все, что мне надо. Доказывая даже, ну не внешне, а даже внутренне, что я сама за себя отвечаю, вообще могу разговаривать на все темы, и мне плевать, кто там что про меня скажет. И для меня главное, чтобы я была, вот мой стержень, и показывать его ни в коем случае, чтобы меня не подавили никогда. Вот, для меня подавленность самая, чтобы мои вот так вот, меня, знаешь, нажимали на меня. Нет. Очень много прессовали, поэтому ты сейчас говоришь о том, что теперь есть я, Олеса, я вам не дам себя больше обидеть. Ну да, я не буду говорить, что мне делать. Нет надежды уже на кого-то, понимаешь, что я услышала, и я в этом мире одна, Олеса, и вы меня больше не обидите. И вот это будет блеск, который будет вам слепить глаза, и свое тело я закрою татуировками, и на опережение, и на опережение, я оскорблю тебя, тебя, но вы меня, Олесю, маленькую девочку, больше никогда не трудите, я вам это не позволю. Да, я хочу сказать, откуда это идет, это потому что неправильное воспитание родителей, вот то же самое, потому что родители, да, психологии тогда не было, другие были приоритеты в жизни, они не знали, как нас воспитывать, потому что своих детей, я, конечно, буду воспитывать по-другому, если будет мой типаж, конечно, тут вообще нельзя ничего говорить, тут нужно говорить только комплименты, и все, ты больше ничего не можешь делать. Они говорят, ходи туда, это сделай, то не делай, он скажет, да пошла ты вообще, я сейчас специально сделаю, и все, только говорить комплименты, очень просто, вот сейчас воспитывать детей, куча книг всяких, а суть одна, говорить комплименты, говорить, что ты самый лучший, все вообще не равны с тобой, и у тебя все получится, и больше родители вообще не имеют права, как родители, что-то говорить, вообще как-то критиковать, я так считаю, и все. А почему у тебя на глазах появились слезы, когда стали говорить про маленькую девочку? У нее грим потек. Это грим потек уже. А Манру опять потекла? У меня, кстати, я хочу сказать, что мне вот повезло в детстве, потому что так как семья у меня, конечно, не творческая, но я с самого детства занимаюсь творчеством, и мне наоборот всегда говорили, вперед, молодец, получится, и поэтому, скажем, когда я занималась на инструменте, еще играла, то есть я лауреатка была, и диплом, и все это у мамы хранится, это благодаря их поддержке, потому что не было вот этого гнобления, что типа там не получится, или еще что-то. А есть другое угновление, есть другое насилие. Я знаю, когда... Есть другие моменты... Синдром отличницы, что... Есть другие моменты, да, когда тебе могут говорить, мамочка, я это сделала, я справилась. Очень хорошо. Следующий этап. Еще не справилась бы. Я не буду гадать про твою ситуацию. Я просто знаю одно, что ты вообще в начале программы сказал, я эту тему не хочу касаться. Они хотят касаться, когда это болевая точка. И мы ее не будем касаться. Я тебе обещала, и мы не будем. Потому что когда хорошо в семье, поверь мне, об этом действительно... Там другие моменты, вы сами понимаете, что это не только, грубо говоря, связано с детством, с детьми. А вот теперь смотрите, какая история. Про родители. Родители наши любили, как умели. Потому что если мы посмотрим на наших родителей, у них будет боли еще больше. Это мы сейчас нас немножко просвещали... О чем-то просвещали. Просвещение какое-то, какие-то книги, как ты говоришь, еще что-то такое. Раньше мы тоже. И самое главное, что было, на мой взгляд, может, вы согласитесь, может, нет, это когда любовь. Это когда любишь ребенка. А это скрывает о том, что, во-первых, и не сразу материнские чувства могут просыпаться. Нам говорят, что ты забеременела, все, ты его ждешь, он такой долгожданный. На тебя столько сразу... Навязывают опять навязывают. Да, навязывают вот этих мнений. А ты уже даже не можешь себя почувствовать. Ты еще не успел себя беременной почувствовать, а тебе уже общество навязало, что ты уже счастлива. Ты играешь ой. Потому что материнство – это счастливо. Это счастливо. И я помню себя, когда я стою своим первенцем, абсолютно вся измученная, измотанная. И родился он, когда я посмотрела, я себе один образ придумала, а тут что-то вообще непонятное. А кругом уже смотрят на меня, ну какая ты мамочка, ну как ты справишься? И я не выспалась. Вот эти вот синие круги под глаза. Стою измученная, приходит врач-педиатр, я такая на нее смотрю, говорю, а когда это наступит счастье материнства? Она на меня смотрит и говорит, никогда. Я так это заканчивала. Они негативные, они сами воспитывались сто поколений в негативные, поэтому они это красивые. Нет, это неправда. Это я не пугаю никого, ничего. Я просто говорю о том, насколько мы живем в какой-то иллюзии придуманной, навязанной нам извне, что нам не дают даже почувствовать. Понимаешь, когда ребенок берет какой-то фрукт, пробует, а мы уже опережаем кислое, кислое все, он морщится такой, он уже нашу реакцию считывает. Да дайте ему попробовать, может ему и не так кисло, может ему лимон, это вообще самое вкусное, что ему будет. Когда Сокрушка заплакала, вот когда она родилась, она тут же заплакала, голосочек, как у кукленочка. Я вообще уже 41 год, я родила год назад, мне уже ничего не надо было навязывать. Я уже была в своем мнении, так же, как любая из героинь, мы же сейчас все имеем свое мнение, нам ничего не навязать. И вот я услышала этот куклячий голосочек, у меня мир вот так стоял, оперировался вот так, и еще вот так вот много раз. И я поняла, все, вот она ответственность, вот он маленький любимый человечек. Ну, поэтому, да может молодым, да, с летом навязали, она все пытается, мать, играть. Она играть пытается, потому что, а сейчас мы ничего не навязываем. Нет, а некоторые прирожденные, настолько матери, что они могут быть. Совершенно еще детьми. Это правда, потому что, когда моя дочка оказалась у меня на руках, я запомнила эту фразу, вот серьезно, я всегда ее повторяю, и себе, и когда мне говорят, ну как это, это ребенок, я всегда желала только творчество, сцена, студия, работать. И когда ты видишь своего ребенка, ты держишь его, я говорю, это дороже всего на свете. Ради ребенка, это правда, я отвечаю за свои слова, что я говорю, можно пожертвовать всем. Я и пожертвовала. Скажи, Олеся, а у тебя есть такое ощущение, что у тебя есть потребность быть матерью, вот за кого-то быть ответственным? у меня две кошки, и сейчас еще собака приедет ко мне, мальтипу я заказала. Вот, я ее очень жду, да, выбираю ей платье, я там... Ты сейчас смеешься, ты же понимаешь, она девочка, она в кроватку. Нет, потому что я ответственно к этому подхожу, у меня нет такого... Я про ребенка спросила, если тебя по-прежнему нужен. Да, я поняла, у меня все по правилам должно быть, значит, мне просто так дети не нужны, непонятно от какого мужика, чтобы я была одна с ребенком. Это, во-первых, религиозно, очень, между прочим, карается. И вот это первое, что меня тормозит, это очень серьезный грех, это не то, что на колке, а то, что будет на всю жизнь, и очень трудно его искупить, это первое. Второе, то, что мне самой не нужен этот ребенок, непонятно от какого мужика, с которым я не вступила в брак. Вот, я подхожу только так. И как бы я абсолютно нормально, все риски в себе... То есть ты очень религиозный человек, и придерживаешься... Я не хочу, да, да. Мне кажется, очень религиозный человек. У этого ребенка, у меня нет такого инстинкта, что абы от кого, лишь бы я была мамой, там, с ребенком, почувствовать какие-то эти чувства, материнские. Я лучше буду без ребенка. Матерью тебе обязательно надо, чтобы там была чеченская кровь, и ты сама выбрала себе, грубо говоря, мужика. Я сама выбрала. Ты будешь... Не, на самом деле, это так и было. Расскажи, это вообще очень интересно. Во-первых, я качок, я много знаю про физиологию. А есть качок или качиха в женском? Ну, качиха, это полчиха. Ты даже прочитаешь. Качок, черная вдова. Качок. Бодибилдер, господи, сколько ненужных слов. Ну-ну-ну. Я много знаю физиологии, да, я понимаю, что, девочки, слушайте, ну, ты слушать, тебе уже не надо. Значит, смотрите, чем дальше нации стоят друг от друга, тем меньше вероятность, что ребенок будет каким-то больным. Потому что в одной нации одни болезни, там одни гены, в другой нации другие болезни. И вот, представляете, да, тут свое, тут свое. И тут не получится, что ген этот и у меня и у него будет. То есть, получается, что у нас разные... Ну, если они разные, болезней не будет. Нет этого гена болезни. То есть, ты выбрал, ты мне говоришь, либо это чичинс, либо чукчинс. Мне надо было, не надо было, чукчинс. Только в чистой крови, только в чистой крови будут отличные гены, которые совершенно разнятся с моими. Ну, вот у нас кто в стране? Чукчи и чеченцы. Не, ну вы меня простите, тут даже не обсуждаю. Я даже не буду это обсуждаю. Ну, вы меня простите, чеченцы, героический народ. Так. Подсмен. Я не видела ни одного чеченца толстого. Я не видела ни одного чеченца, который не занимался бы спортом. И, как, между прочим, во время Великой войны подсчитали процент героев на количество души населения. Так вот, чеченцы на первом месте, русские на четвертом. То есть, по количеству героических поступков чеченцы на первом месте. Я бы Сталина лично бы пристрелила за то, что в 44-м году, 23-го февраля, они не отмечают праздник, войнахский народ, это чеченцы ингуши, были посажены в теплушке в вагоны и отправлены в Казахстан. Натусичка, как ты думаешь, ты сейчас женственно выглядишь? Нет, я сейчас как чеченская жена. А они, между прочим, кроткие, они вообще молчат всегда, эти чеченские жены. Ну, милая моя, знаешь, их платочка ходит, между прочим. Родная моя, я ислам не принимала, между прочим, очень пользуюсь хорошей... Ну и что, о солидарности? Чеченцы в восторге от того, что я родила ребенка от них, от их нации. Все чеченцы. Мы с моей девочкой очень известны в Чечне. Они сняли видео с телевизора, и во всех чеченских группах, в WhatsApp'е они мне пишут, и они меня поздравляют. Ну, когда я пытаюсь доказать свою точку зрения, да, во мне просыпается качок. Когда мы говорим о платьях, я сижу, ну, во мне очень много личности. Поэтому ты говоришь, вот ты сейчас женственная, вы говоришь, нет, не женственная, но сейчас я доказываю всю точку зрения. Ты хорошо, что меня зацвела. Я подумала... Ну, кстати, можно женственно даже свою точку зрения доказывать, и при этом быть женственной и сексуальной. Мужчины тогда будут слушать то, что она говорит. А если она будет орать, как сумасшедшая, они просто выключат ее, как надоедливое радио, и вообще пошлют. Монро очень эротично вздохнула, я думаю, есть, что бы ей просто сказать. А, на нее пообратили, да, зрители. Вот мы сегодня уже пришли к этому, что есть разные типажи женщин, также есть разные типажи мужчин. Для каждого найдется... А для вас нашлись мужчины? У меня, слава богу, все. Есть мужчина? Хорошо. У меня семья. Ну, есть мужчина у тебя? У тебя есть мужчина? Нет. У тебя есть мужчина? У меня много поклонников очень. Нет, ну вот я имею в виду, вот постоянно мужчина. Ну, я еще не замужем. Я реализовалась как мать и как жена. А ты как психолог прекрасно знаешь, что это немаловажно. Да, конечно. Для каждого свое. Кому-то это не важно. Значит, мы переходим к одному выводу. Женственность, эталон женственности. Что? Нет. Стоять. Мы пришли. Какой вот это, что прилетало с женственностью? Куда? Секундочку. Это использование служебного положения. Ничего не знаю, не я произнесла это, правда? Мы все похлопали. Что-то голосования не было, Наташа. Нет, я лично вот уже все для себя решила. Ты ее душить хотела, я не поняла. Нет, я уже хочу тебя задушить. Она не постоянно как женщина. Нет, нет, нет. Я делаю личное вывод. Ты меня просила задушить ее. А я попросила. Позвольте. Позвольте. Да, я не готова быть жертвой. Я пошла. Нет, не уходи. А мне останавливает УК Российской Федерации. Хорошо. Меня ничего не останавливает высказывать свое мнение и то, как я думаю на самом деле. И не обращая внимания на мнение окружающих людей, что там про меня подумают. Какие-то больные темы не могу. Я могу затрагивать вообще все свои темы. И говорить то, как есть. И что-то скрывать от зрителей, от каких-то людей. Мне вообще не важно, что там скажут. Девушки, вы мне доверяете как психологу? У вас есть такое доверие ко мне как личное? Ну вот ты говоришь, что какие-то больные темы не обсуждать. А какие мне не обсуждать темы? Если все видит Бог, и я перед какими-то людьми что-то не могу сказать, какие у меня проблемы. Без проблем вообще. Я хочу... У меня были проблемы с родителями. Я вот и сказала, что у меня там... Я хочу попросить сейчас принять удобную позу. Ну потому что они тоже говорят. Удобную позу. Так. Расслабиться. Расслабиться. Аутотренинг. Мы самые боязные. Да-да-да-да. Расслабиться. Закрыть глаза. Закрыть глаза. Слушаем сейчас только мой голос. Вы сейчас отматываете свой возраст назад и возвращаетесь в детство. Вы сейчас видите себя маленькой девочкой. Наташа, не открывая глаз, мне говорит любую цифру, которая сейчас приходит на ум. Быстро. Монро? Пятьдесят. Алися? Пять. Пять. Монро, ты видишь себя маленькой девочкой. Ты видишь себя ребенком. Скажи мне быстро цифру, которая приходит тебе сейчас в голову. Восемь. Посмотрите на свою девочку. Посмотрите на себя. Посмотрите, где она находится. Важны все детали. что она делает, ваша маленькая Наташа, маленькая Монро, маленькая Олеся? С кем она сейчас? С кем она сейчас? Что она чувствует? И мысленно задайте ей вопрос. Как мне помочь тебе, малышка? Что ты хочешь, чтобы я тебе дала? Теперь медленно, медленно, медленно открываем глаза и, пожалуйста, если возможно, честно, поделитесь своими впечатлениями. Наташа, что ты видела? Я видела маленькую рожевую девочку с большими бантами. Почему-то она стояла одна. Почему-то она стояла одна. Тебе захотелось подойти к ней, к своей маленькой Наташе? Не хотелось ее обнять, прижать к себе. Наташенька, закрой сейчас глаза. Закрой глаза. Сейчас ты, взрослая Наташа, подойди к своей маленькой Наташеньке. Подойди сейчас. И обними эту малышку, возьми ее на ручки. И мысленно скажи ей, моя маленькая девочка, я тебя никому в обиду не дам. Теперь я выросла, я сильная, я тебя буду любить и буду тебя баловать. Что сейчас чувствует твой внутренний ребенок? Она пришла с головочкой на ее шею и затаилась. Ей хорошо сейчас с тобой? Посмотри на меня, Наташенька. Очень много боли в детстве у тебя было. Три года – это тот возраст, когда тебе причинили боль. Ты даже можешь не помнить, что было, но, как правило, на бессознательном вылезает вот эта вот история. Мой родной. Послушай одну простую вещь. Да, нам могли причинять боль, когда мы были детьми, но теперь ты правда выросла, и ты теперь сильная Наташа. И теперь у этой маленькой девочки есть ты, и ты можешь о ней позаботиться, и ты можешь ее баловать. И вы есть друг у друга. И теперь ты ее не позволишь обидеть никому. Ты веришь мне? Монро, ты что видела? Я видела, вот именно, вот отчетливо видела первую квартиру, вот именно где я родилась, где жила наша семья, где была бабушка. Я видела всех своих родных, и я была в окружении них, то есть это была дружественная атмосфера, я играла. Не знаю, это все вот... А когда ты спросила, что ты хочешь, маленькая Монро? Ничего не ответила. Ничего не ответила. А что она чувствовала? Ей было хорошо? Мне было очень комфортно. Это гармоничное состояние. То есть никакой потребности или запросов каких-то вот именно от этого маленького ребенка не было. А у тебя не было ощущения, что она сама по себе, а ты сама по себе? Нет, это было, вот знаете, как единое целое. Вот когда бывает, вот именно это было такое ощущение. А почему ты называешь цифру сначала 50, хотя мы уходим в детство, да? Не знаю. А потом цифру 8. Но вот этот тест о том, что называют из бессознательного первую цифру, это та травма первая, когда ощутил ребенок. Не будет. Не дай бог, чтобы она была. Просто очень интересно. Бывает такое, когда дети, смотришь на детей, а у них очень взрослые глаза. Понимаешь? И они не по-детски взрослые. И бывает даже взрослые говорят. Вы знаете, мне, например, там 30 лет, а я иногда себя ощущаю, как будто мне лет 100. Бывает у тебя такое? Ну, нет. Если честно, мое состояние именно вот лет 20. Я это помню, это кайф, это самое классное такое время. И я внутренне в нем пребываю. И стараюсь его удерживать. Нет, это видно и по образу твоему, и по вот этой вот легкости, по всему вот этому. Ну, то есть, понимаешь, как ты сейчас хочешь мне создать, как Монро, некую иллюзию картинки. Вот опять я говорю, возвращаясь к тому ощущению, да, сейчас не психологический сеанс, но просто, чтобы ты для себя подумал, я понимаю, что ты не хочешь раскрываться. Монро, как бабочка порхала, как бабочка порхала, и для всех она легкая, и для всех она воздушная. Дурочка-хохотушечка, у которой платье залетает. Образ? А когда образ, и настолько ты с ним сжилась, но образ у Монро поворачивается, и ее жизнь, ох, не сладкая. И сколько слез она пролила, и сколько несоответствий. И вот это смешение образов, смешение образов и доказывание, упорное доказание того, что никогда мне не причиняли боль. У меня все хорошо. Нет, нет, нет. У меня все хорошо. В любом случае, дай бог, чтобы я ошибалась. Нет, у каждого ребенка по-любому были какие-то моменты, когда родители говорили строго или еще что-то. Это в любом случае было, понимаете? Я не про это, Монро. Еще про то, что ты даже не дернулась, когда я сказала маленькая Монро, но ведь ты тогда была не Монро. И тебя это не задело. То есть, на мой взгляд, я, может, ошибаюсь. И у нас будет это, пусть зрители сами пишут свои комментарии, но у меня было такое ощущение, и оно продолжает оставаться. А твое право сказать, не лезьте в мою душу, это моя защита. А вы глубоко ошибаетесь. Нет, и на любом случае образ Монро. Даже вот, ну, просто вот пример. Мы пришли на эту программу. Мы когда переписывались, я как кто прихожу? Как я или как двойник? Потому что если бы у меня был выбор, я бы пришла именно как я, как творческая единица, как личность. Потому что для меня это интересно. Ну смотри, а что тебе, смотри, ты мне пишешь, мне как Монро прийти, я пишу, как хочешь. Но лучше как Монро. Что тебе мешало меня слушаться? Я что, мама строгая тебе или кто? Я совершенно спокойно к этому отношусь, допустим, так как это миллионы просто этих всяких интервью. Согласна. Если им надо образ этот, я им дам этот образ. Хорошо. Вот и все. Все, я принимаю твой ответ. Олесь, ты что видела? Как была в саду, в детском, которая вообще этот сад вообще ненавидела просто. Потому что я не понимала, почему меня туда сдают. У меня нормальные родители приличные, интеллигентные. Бабушка, дедушка, тетка, все рядом со мной. Я единственный ребенок, и меня все время в этот сад сраной волокли. Я вообще его ненавидела. Я там ничего не ела, дралась подушками. И для меня это вообще такая была жесть. И думала, что они не любят вообще в этом саду. Ну, это хорошее. А когда ты спросила у своей маленькой Олеси, что она хочет? Ну, любви, конечно. Она хочет любви. Девочки, вы простите меня ради Бога, что я вас, некоторых из вас, довела до слез. Кто-то стойко держался. Я, ну, правда, не специально. Мне просто хотелось показать зрителям. Я когда смотрела на вас, я настолько чувствовала вот эту вашу маленькую ранимую девочку. И я хотела показать телезрителям, что за всей этой вот мишурой, за всеми этими мышцами, за всеми этими образами, за всей вот этой вот болтовней, шелухой, наколками, всякой этой ерундой, действительно скрываются ранимые, ранимые, очень хорошие девочки, очень прекрасные женщины. И мне очень хочется, чтобы наши мужчины действительно были мужчинами. И рядом с вами они были. И чтобы захотелось стать просто слабой Наталией, да? Слабой Наталией почувствовать, что есть эта опора. Мужчина, но глубже смотрите, глубже. Вот это то, что мы кокетничаем, вот эти наши слова. Мудрый мужчина пропустит, а суть самую увидит. Вот, дорогие мужчины, обращаюсь к вам, милые мои хорошие, не делайте поверхностных выводов, а посмотрите на нас другими глазами, а на кого-то чуть дольше. Просто нам нужно всем любви. Спасибо, что были с нами. С вами была Светлана Прель. А тезис нашей программы «Женственность – это…» Я хочу, чтобы каждый из вас заключительное какое-то слово сказала. А вы, дорогие наши телезрители, написали в комментариях, что для вас женственность. Женственность – это доброта. Как меняется, да, сразу? Женственность – это… Наверное, это индивидуальность. И женственность? А любовь к людям, сексуальность, ну, самое главное, что это любовь. Любовь, конечно. И доброта, и индивидуальность, и любовь. И есть такое очень хорошо, правда, забытое слово «добродетель». Добродетель. Когда Наталья заплакала, мне очень хотелось рвануть к ней, ну, привязанным этим шнуром. В шоке. А ты вот это материнское… А хочется успокоиться. Да, вот это материнское проявление. И Олесе стало, посмотрите, совсем другое. Она совсем преобразует. И она любви. Ведь она любви хотела с детства. Конечно. И вот она воплощение. Она ищет. И я хотела… И придушить ты ее уже и не хочется. Да я не хочу, я. Будьте добрее, будьте добрее. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»